Итак, всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дина, и добро пожаловать на нашу с вами онлайн-встречу «Как выбрать профессию, которая будет вредна». Хорошо, давайте теперь перейдем к основному материалу и рассмотрим уже, например, нумерологические карты людей разных специальностей, которые, в общем-то, удачны в своей профессии, которые, их профессия нравится, и можно у таких людей только порадоваться. Итак, смотрим, да? Это перед нами карта воспитателя. Воспитателя, дошкольного педагога, которому нравится его деятельность, который любит детей и которые реально своих деток, вернее, как к чужим деткам, относятся как к своим. Вот посмотрим, что в этой карте показывает это. Смотрите, во-первых, сейчас я включу рисовалочку. Смотрите, во-первых, вот это циферка 2 в карте, да? Эта циферка уже показывает, что человек может находить подход к детям, который понимает детей, который слышит детей, который может работать с детям. Уже показатель. Следующий показатель, на который я вообще, в принципе, одну из первую очередь обращаю внимание, это на цифру вот эта. Цифра 12. Цифра 12 это люди помощи, это самые лучшие врачи, психологи, педагоги, те люди, которые работают в сфере помощи людям. И когда я выбираю няню, ребенку, я обязательно смотрю, особенно если именно к маленькому ребенку, я обязательно смотрю, чтобы были у няни. Именно вот эта цифра обязательно. Просто есть, наоборот, которые я исключаю. Но вот это, если есть дать рождения няне, то это очень замечательно. Что следующее? Я вам говорила, что няня это такой человек, как мама-заменитель. То есть она по долгу службы своей или как-то внутренне относится к чужим детям, точно так же к своим. А что об этом говорит в ее карте? Это вот эти две цифры. Смотрите, и две, две троечки. То есть принимает чужих детей так, как своих. Она такая вот изначально женщина-мать. Мать всем окружающим детям. То есть и она любит детей, и дети тянутся к ней. Тоже любит ее. Она не просто няня, она педагог. Между няней и педагогом есть отличие. В том, что педагог постоянно развивается, потому что жизнь течет активно, появляются все новые, 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 новые методики, новые техники и так далее. Поэтому мы увидим, что эта няня, она не глупая, она умная. И она умеет применять свои знания. Она знает, как находить подход к детям. Она знает, как им донести ту или иную информацию. И делает это без агрессии. Она делает это мягко. Она делает это с любовью, с душой. Что еще показывает ей? Бывают няни, которые или вообще люди во всех сферах, которые действуют часто по одной схеме, пусть она даже давно устарела, и все новое вызывает для них страх. Для этого человека новое не вызывает чувство страха. Для нее все новое она принимает на ура. Она открыта возможностью. Новые возможности это соответственно новая информация, да, и новая возможность дать для детей что-то, детям что-то. Раз. А второе, часто такие люди именно несмотря на то, что возраст их да, с каждым годом не остает моложе, но это не отражается на их внутренней сущности. Они обычно молвы душой всегда, потому что они всегда готовы принять новую информацию, они всегда к этому готовы. поэтому этот человек любит свою работу, этот человек состоялся на своей работе и везет этим деткам с кем ее сводит пыта. Вот.